Отличный вид, свежий воздух и первозданная природа. На фоне всего этого великолепия расположился город-призрак. Высокогорное гетто находится на территории Сочинского национального парка. Место природоохранное. Однако здесь стоят полуразвалившиеся дома и повсюду разбросан мусор. Единственный гость – лис. Это сейчас, говорят сотрудники нацпарка, здесь не души. Летом в бараки заедут хозяева. Вот только на каких основаниях – никто сказать не может. А поскольку живут на горе на птичьих правах, то и соблюдать законодательство об охране природы считают необязательным. Здесь же у истоков горной речки вписалась в ландшафт газовая плита, бытовой и строительный мусор. А ведь возник весь этот хаос не на пустом месте. У селения есть своя история. В советские времена здесь трудились пастухи. Они выводили скот на высокогорные пастбища и ночевали в возведенных ими же балаганах. Сейчас спасущегося стада здесь не встретишь. А вместо нескольких временок-кочевников вырос целый микрорайон из сараев с горами мусора вокруг. Никаких разрешений на это строительство ни у кого нет. Сейчас инспекторы Сочинского нацпарка проводят расследование по этому поводу. Здесь налицо факты нарушения режима особо охраняемой природной территории, выразившись в складировании и строительного мусора, и бытовых отходов. Никто отсюда, естественно, ничего не вывозит. Шанхай на горе Аишха превратился в подобие летнего дачного поселения, только незаконного. Условия идеальны. Вокруг дикая природа, альпийские красоты и кристально чистый воздух всего в паре часов езды от шумного города. И оставлять эти места добровольно, конечно, никто не хочет. При этом прикрывается все это паспортом эколого-просветительского маршрута. Некая ООО «Триумф» заключила договор с прежним руководством нацпарка. Маршрут существовал с 2013 года. Обозначенные в нем временные балаганы должны были стать временным приютом для туристов, которых в горах застала непогода. Однако на деле временные строения стали постоянными, а гостеприимство местных жителей вряд ли кто-то воспользовался. Никто никогда никаких туристов тут не встречал, не подходил к нам, не говорил нам. Присядьте, отдохните, попейте родниковой воды. А вы не хотите переночевать или еще что-нибудь? Я два года пытался найти кого-то, чтобы организовать здесь китурный лагерь. Я не смог. Все те люди, с которыми я общался, они говорили, ну как это чужие люди будут жить в моем доме, да еще без меня. В 2018 маршрут закрыли. Начать проверку законности этих построек мешал снег. Сейчас, когда появилась возможность добраться до вершины Аишка, нацпарк начинает расследование. Все постройки, а их по предварительным данным более 140, запротоколируют. Найдут и самопровозглашенных собственников. Там образуется наша с вами питьевая вода, которая идет в наши водозаборы. И по понятным причинам мы не можем допустить развития какой-то деятельности, которая влияет на качество питьевой воды, которая к нам идет сюда. Вот в этой части мы, безусловно, поставили все под контроль. Первые итоги проверки представители национального парка обнародуют 1 июня. К этому времени определят и степень нарушения закона об охране окружающей среды. Расположено оно, к слову, в непосредственной близости от обелиска участникам обороны Кавказа. Одно можно сказать точно – в таком запущении памятное место больше не будет. Бараки, безусловно, разберут. Вот только кто восполнит нанесенный природе ущерб. Возможно, на этот вопрос ответят природоохранные контролирующие органы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.